Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова. Вы находитесь на моем канале, и это история из цикла «Русские в Чечне» во времена Первой и Второй войны. Надо сказать, что русские люди называют геноцидом. Я пытаюсь понять, что именно. Те массовые преследования, которым я была свидетелем по национальному признаку, либо что-то еще. Но в любом случае это юридический термин. Мы же говорим о том, что так говорят в народе. И что подразумевают под этим. Я рассказываю вам истории, которые я видела сама, которые были на моих глазах. И вам решать, можно это отнести к геноциду или нет. В Грозном в основном жили русскоязычные. Дело в том, что у русских пропагандистов существует такая теория, которую они активно продвигали очень долгие годы, что исход русских начался при Дудаеве массовым. И поэтому во время Первой войны русских уже практически не было в городе, русскоговорящих. Потому что это многонациональная республика. И соответственно там и армяне, и цыгане, и болгары, и евреи. И в общем они все для чеченцев, ингушей как бы русские. Потому что они говорят на русском языке. Но я развенчиваю эти мифы. Это ложь. Действительно, некоторые русские люди в единичных случаях, в единичных буквально, покидали свои дома и квартиры, продавая их фактически за бесценок. За квартиру давали столько, сколько стоила стиральная машина. Например, за нашу квартиру, когда моя мать попыталась продать, предлагали такую сумму, что ее не хватало. Не хватало на билеты выехать до того же города Ставрополя. Просто на билеты или на небольшую грузовую машину. Ее бы не хватило. Не то, что купить где-то другое жилье. Государство жилье не предоставляло. Соответственно, у кого нет родственников, уходить было некуда. Просто некуда. Людей кинули, предали, бросили. Оставили там. Поэтому в единичных случаях, у кого были родственники и кого могли где-то принять, да, русские соседи уехали. Буквально 2-3 семьи на огромный двор. Все остальные остались. И тяготы Первой войны, самые страшные лютые бомбежки, потому что бомбили-то именно столицу, город Грозный, достались русскоговорящим. Войнахи, наши дорогие ингуши и чеченцы, они своих женщин, детей под бомбами не оставили. Они их схватили и увезли в горные сёла, в Ингушетию, в Дагестан, в частные дома, где были подвалы, чтобы прятаться, где были запасы продуктов, потому что родные занимались сельским хозяйством. Да, тоже было страшно, да, тоже летали самолёты, да, тоже где-то немного бомбили, а где-то и много бомбили. Но это было не так, как в столице, где нет еды, нет воды, потому что пожарные колодцы, там плавают дохлые кошки, крысы. Нет ничего, нет подвалов. В нашем доме, в хрущёвке четырёхэтажной, не было подвала. Он был малюсенький, затопленный водой ещё с 70-х, 80-х годов. Не было подвала, людям вообще некуда было спуститься. Они прибегали на первые этажи, с четвёртого, третьего и со второго этажа. И вот хуже, чем русскоязычным, я вообще не знаю, кому было там. Потому что если в Первую войну была какая-то взаимовыручка, хоть несколько чеченских семей на двор и остались, и, соответственно, русские люди делились с ними продуктами, а чеченцы, значит, пытались тоже чем-то помочь, перевязать. Вот у кого-то были лекарства. Люди помогали друг другу. То вот эта вспышка национальной лютой ненависти после Первой войны, возникла у негодяев и бандитов, у которых тоже были дети, родные и так далее. И об этом не принято говорить. Почему-то, когда я ругаю российских военных, именно тех, которые забрасывали подвалы гранатами, которые расстреливали мирных жителей, это воспринимается на ура. Но настоящая честность не в том, чтобы сказать, что вот эта нация плохая или другая, а просто рассказать о преступлениях. И когда я говорю о том, что нашелся пласт националистов, чеченские националисты, целый пласт, это, конечно, не весь народ, но определенные люди с определенным мышлением, они сейчас пользуются в народе уважением, вместо того, чтобы их презирать и в глаза им говорить, вы не люди. Нет! Люди стараются многие их оправдать. Они и занялись тем, что грабили и убивали, запугивали, забирали документы. И в каждом подъезде, на каждом этаже была такая история. Я буду на этом настаивать, потому что я это сама пережила. И любой человек чести, любой человек действительно оттуда, а не выдумщик с каких-то других краев, он подтвердит. Хотя бы он, может быть, это все-таки свои, и поэтому он, может быть, вслух, но он согласится, что я говорю правду. Потому что если он оттуда, он знает, он сам какую-то русскую семью, может быть, попытался спасти, и не удалось. А может быть, удалось, без вещей и документов, но семья в голом виде, буквально только в какой-то там одежде, что дали прикрыться, и с паспортом в руках, может быть, и ушла живой. И такое было. Я выложила первый ролик про наших соседей, тетю Валю и Аленку, и сразу мне написали в комментариях, как пожилая женщина за 80 лет, русская Степанида, забежала прятаться в камеру хранения. За ней бежал мужчина, видимо, чеченец, он хотел убить, и ее знакомые, тоже, как я понимаю, чеченцы, спрятали. Она дрожала от страха перед смертью, сидела в ящике, в камере хранения, на зеленом базаре, как написали мне в комментариях. И затем они ее две недели прятали у себя, и через русскую церковь как-то там смогли отправить к родным. Но вещи этой женщины, ее квартира, это же все досталось преследователю, тому самому, который хотел закончить дело до конца. А она забежала вот к тем, кого знала в лицо, с кем общалась, с кем приятельствовала. Ведь такие случаи были кругом. И тот, кто там был, знает, что я говорю правду. Так не будем выгораживать никаких преступников, а слушайте мои истории про моих русских соседей. Итак, значит, город Грозный, улица Завета Ильича, 92, квартира 36. Это прямо над нами. Прямо над нами. Там жили муж, жена и двое мальчишек. Жена русская, а муж азербайджанец. И были еще у них бабушка и дедушка, у мальчишек, которые жили в районе консервного завода, в микрорайоне, в большом частном доме. Там был сад. И бабушка, она у меня в дневниках фигурирует, как баба Тося. На самом деле ее звали Антонина. Она брала меня, брала мальчишек и водила туда, на консервный завод, свой дом большой частный, который они своими руками тоже когда-то построили на пустыре, кушать малину. У них были кусты малины очень большие, клубнику они выращивали. И вот она брала нас, детей, и мы, значит, там объедались. Поэтому я с бабушкой дружила. И вообще мы дружили с этой семьей. Мальчишки справляли дни рождения вместе со мной. Мы вместе рисовали. Ну, они в моих чеченских дневниках есть. И, значит, в первую войну, когда началась война, когда были обстрелы очень сильные, конечно, и дом пострадал у бабы Тося, как она в дневниках. Они ремонтировали его. Затем опять продолжились боевые действия. И отца вот этих мальчиков, они в дневнике Эрика Сашка, немножко по-другому их звали, но не суть важна, его убивают. Убивают, когда стреляют и чеченские боевики, и русские военные. В общем, там бои, и его очень сильно ранили. И старший мальчик, он тогда был подросток, он побежал в госпиталь, его чуть самого не убили, по нему стреляли снайпера. И он, значит, всё-таки добежал до врачей. И отца пытались спасти, но не спасли. И, получается, осталась русская женщина, два мальчика, дедушка у них тоже умер, и бабушка, баба Тося. И она рассказывала очень много историй. Я помню одну из её историй, она есть и в дневнике в чеченском, о том, как ей было 15 лет, и объявили, что война с фашистами закончилась. Это был май 1945 года. И включили в клубе музыку, вальс, и она пошла танцевать с парнем. И она танцует, 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 кружится. И потом они оглядываются, ага, люди отошли, уже музыка закончилась минут 10-15, и они без всякой музыки танцевали, прямо в центре зала. Настолько для них было радостно, что закончилась война. И вот этим она делилась со мной, уже будучи очень пожилой дамой. И затем начались страшные вещи. Это уже случилось после Первой войны. Русскоязычных людей в городе было полным-полно. Я когда слушаю русскую пропаганду, о том, что во времена Дудаева всех русских истребили, или все русские убежали, это ложь, но это абсолютная ложь, потому что даже чеченцев было мало в городе Грозном, они выезжали, а русские-то люди, им вообще деваться некуда, это только единицы, единицы, у которых были родственники, готовы их принять. Потому что квартиру продавали за такую цену, что сколько стоит стиральная машинка. За нашу квартиру предлагали, я помню, такую сумму, что не хватало даже на грузовик, просто загрузить вещи и вывезти их в Чистополе. А государство не предоставляло никакого жилья, соответственно, людям вообще деваться было некуда. И десятки тысяч русскоговорящих остались в городе Грозном, в городе, в котором они родились, их внуки там, и их правнуки у многих. Потому что люди просто приехали по работе туда в 50-е, 60-е годы и остались. Много было сирот, ехали с детских домов. Вот наши соседи, я-то знаю. И эта бабушка Тося Антонина, она всегда шутила, что у неё такая маленькая фамилия, что её можно написать на мизинчике. И я до сих пор помню, она спросила меня, а что это может быть за фамилия? И я так и не угадала. И фамилия была Щур. Всего из трёх букв такая маленькая фамилия этой женщины. Вот бабушки мальчишек, с которыми я очень дружила, и с бабушкой дружила. И ближайшие соседи чеченцы стали на неё нападать, врывались с ножом, пытались зарезать, прямо зарезать, как скотину, чтобы забрать документы на дом в районе консервного завода. Эта баба Тося, она прибегала к нам в слезах, она плакала. Мой отчим, Рамзан Дудаев, и дети тётушки Марьям, Евлоевы, они пытались её защитить. Но там у людей было оружие, там люди были крутые, которые пытались зарезать эту бабу Тосю и забрать документы. Ничего сделать было нельзя. Абсолютно. Единственное, что мы могли, просто её где-то на время спрятать. Но поскольку это было сплошь и рядом такие случаи, то как бы, ну вот бутерброд мы могли ей дать, она могла у нас переночевать на кресле. Ну а что мы ещё можем сделать? Мы сами ютимся в однокомнатной квартире, это, собственно, спасает нам жизнь, потому что за однушками мало кто гонялся. Это же не частный большой дом или трёхкомнатная, двухкомнатная квартира. А это уже после войны время, первой войны. И я хорошо помню, как она оставляла меня в квартире 36, это прямо над нами, в квартире своей дочери. И когда у нас ходили банды, уже в 97-98 году, и стучали, они стучали в каждую квартиру с 4 по 1 этаж, вдруг кто-то по-русски отзовётся, тогда можно врываться и убивать. И они ходили и стучали с автоматами. Ещё раз напомню всем людям вменяемым, это не весь чеченский народ, это пласт людей, которые подняли национальные лозунги, чтобы убивать своих русских земляков. Это мерзавцы, мрази и негодяи, которые должны осуждаться в чеченском народе и прямо признавать их грехи. И чеченцы всё знают, кто это делал, почему эти люди живут вот в этой чужой квартире, до сих пор живут и кушают в чужих тарелках. И надо осуждать и в своём сердце, и словами, не стесняться, потому что именно они позор чеченского народа. И вот они ходили и стучали, ну там отряды, там 5 человек, 7 человек, с нашего двора, собственно, этим 2-7 промышляло, но это с чужих ещё приходили. И я оставалась в квартире, 36, это прямо над нами, баба Тоси меня просила, и когда я уроки делала или что-то, вот, покараулить, и когда стучали несколько раз, я спрашивала, хо милву, кто там? И, значит, ааа, эту квартиру уже захватили, и они идут дальше, стучат. Ну, с другой квартиры, там по-чеченски кто-то орёт, ааа, ну всё, всё, извините, и дальше они стучат, вот так ходили. У нас-то, с нашей квартиры, мой отчим как заорёт на чеченском, так их вообще из подъезда уносило. Но у бабы Тоси некому было на чеченском ответить, поэтому оставляли меня. И я хорошо помню такой момент, знаете, очень страшно, я хочу с вами им поделиться. И то, что я рассказываю, я рассказываю с единственной целью, чтобы такого больше не повторялось, и чтобы люди знали, что и среди русских есть очень порядочные люди, которые собрали миллион подписей, собрали против войны в Чечне. Русские люди собрали. Они не только приходили нас бомбить, были те, кто собирали подписи, чтобы не было войны. Были люди в Москве, Станислав Башко, Виктор Попков, много, десятки, которые привозили в Грозный хлеб. Просто мирные люди из Москвы, не военные никаким боком. Они привозили хлеб машинами и раздавали на улицах. Не спрашивая никогда в жизни религию, национальность, вот любому, кто подойдет, под обстрелом привозили. Это были русские люди. Расскажите своим детям об этом. Не учите их ненависти. Потому что эти националисты, которые убивали наших беззащитных русских земляков, они всегда культивировали ненависть. Что все русские плохие, что все русские виноваты в наших бедах и так далее. И меня тоже хотели вот эти нацики заоркалить, и чтобы еще и мной попользоваться. А я обо всех рассказываю правду. А мне судья только Всевышний. Я только перед ним отвечаю. И я не говорю ни слова, ни правды. Когда я рассказываю о том, как нас бомбили, и когда вот эти вот из числа чеченского народа, вот эти вот мерзавцы, позорившие чеченский народ, занимались, да, преследованием наших русских беззащитных земляков. И вот мы идем с бабой Тоси к ней туда, на консервный завод, где соседи несколько раз уже на нее нападали. Потом более хорошие соседи пытались за нее вступиться. На какой-то момент эти захватчики оставили этот дом, и она идет его проведывать. И в результате все равно эта семья потеряла и квартиру, и дом, и убежали, в чем стояли, но живыми. Но я сейчас хочу сказать о другом. Бабушка Тося, Антонина, она идет в длинной юбке, ей моя мать дала, в платке. Я сама иду в химаре. Это, знаете, типа хиджаба, но только полностью ткань закрывает грудь, и у меня там только личико видно. Мне лет 11-12. И мы идем. И до дома бабы Тося еще два-три квартала. Частный сектор. В районе консервного завода. И баба Тося, она смотрит под ноги. А я помню, я же помню, еще до войны, и сразу после первой войны я приходила в гости, и там жили одни русскоговорящие. Во всех домах. И я когда шла раньше с бабой Тоси, я говорила, привет, привет, там дети, очень много детей. Кто-то на велосипедике катается, кто-то с куклами играется, кто-то с кубиками. Прямо ворота открыты на улице в частном секторе. И вот мы идем, и я бабы Тося спрашиваю. Мне лет 11-12. Баба Тося, а где вот тут жили дети? И баба Тося, знаете, трясущимся голосом, срывающимся, мне говорит, зарезали. А вот этот дом, вот я помню, там женщина была добрая, нас виноградом угостила. Повесили. А вот этот дом, вот, вот же на велосипедике мальчик катался. Вы помните на красненьком? И еще с сестренкой. Застрелили. И мы идем три квартала до ее дома. Вы представляете вообще мое состояние? И баба Тося только и говорит, вот так мне, зарезали, повесили, застрелили, зарезали, повесили, застрелили. И иногда, иногда она говорит, убежали, в чем стояли. И крестится, и говорит, повезло, Господь помиловал, повезло. Идем дальше, зарезали, повесили, застрелили. Потом остановится, вот эти убежали. У них был друг чеченец, он с ружьем выскочил, он вступил в схватку, за них, этот чеченец, он их спас. Они без документов, без ничего, убежали, в чем стояли, вот семья заехала недавно, с гор. И мы идем до ее дома, и я вот это слушаю, и слушаю, и слушаю. Какие-то ворота открылись, и смотрю, дети. И я смотрю, да мы же играли, вот это же соседи, бабы Тося, вот я, бабы Тося с ужасом, зарезали? Она, нет. Я говорю, застрелили? А там семья, человек, наверное, шесть детей было. И я в ужасе на нее смотрю, она говорит, убежали, отдали все документы на дом, все, убежали, в чем стояли, из Грозного. И это все происходит после Первой войны, чтобы вы понимали. И о том, что чеченцы должны были заступаться за своих русских соседей, многие заступались, которые жили в городе, были образованными, приличными людьми. Потому что в городе Грозно вообще были квоты для поступления в ВУЗы, была интеллигенция, были творческие союзы, люди жили дружно, вместе ходили в школу. Конечно, пытались заступиться, ведь без всякого сомнения, без всякого. Особенно люди чести, пытались. Но у чеченцев-то и своих проблем было полно. Они своих детей тоже хоронили, тоже было голодное время, ни пенсии, ни пособий. кого-то забрали на зачистки, непонятно где, русские военные. Они же не будут все время караулить своих русских соседей, а в ком-то вскипает обида и злость, что русские опять причинили нам беды, но зарезали их и зарезали. То есть, вот так. И получалось, что вот этим щитом перед своими же националистами они встать не могут, прям всем народом. но отдельные случаи благородства и отдельные случаи помощи, да о чем говорить, если мой отчим вот этой бабе Тосе пытался помочь, спасти ей жизнь. В итоге баба Тося уехала тоже в Россию, тоже скитаться, потому что что там купишь? Ничего. Там за бесценок у нее в конце концов по-моему этот домик купили. Потому что те захватчики, которые гонялись за ней с ножом, за документами, они, значит, не смогли ее убить. Она вырвалась. Ну и дети тети Мариан тоже вступали за нее. Это наш район и консервный район это достаточно далеко друг от друга. Просто она приходила именно в наш двор и говорила о своих несчастьях. И так не должно быть между людьми. и пожалуйста, не вздумайте отрицать реальность. Потому что лицемер бывает трех видов, которые делали это сами и которые теперь отрицают, которых там не было и которые повторяют ложь за первыми лицемерами. И те, которые все знают, но наивно думают, что если они будут отрицать, то они каким-то образом помогут своему народу. они ему не помогут ничем. Потому что они отрицают правду, а правда она всегда прорастает. И всегда люди будут говорить об этом. И самое справедливое, самое умное, самое честное сказать да, наша семья, вот мы чеченцы, никогда таким не занималась. Мы таких людей осуждаем. И к сожалению в нашем народе нашлись такие мерзавцы, нашлись такие мрази, и они это делали с нашими русскими земляками. И мы вот кого могли спасти, вот кому мы могли помочь, мы помогали. И мы осуждаем их. И вот это будет честно, это будет правильно. И такой человек не будет стыдиться перед Всевышним, когда предстанет за вот эти поступки, совершенные не им, но которым он не смог, например, помешать. Пытался, но не смог. А эти люди, которые это делали, они вообще не заслуживают никакого прощения, понимания, оправдания. Нет им его и не будет. и знаете как, использовать меня, чтобы я только рассказывала о преступлениях одних, а о преступлениях других не рассказывала, потому что они свои. Нет, у меня нет своих и чужих. Я всегда, всегда это говорила, у меня нет своих и чужих. У меня есть люди, люди благородные и порядочные, и есть нелюди, мерзавцы, они встречаются в любом народе, абсолютно в любом. И как бесстрашно и честно мы говорим о трагедии всех жителей, всех национальностей Чеченской Республики, которые страдали от войны и от военных, так же бесстрашно и честно попробуйте сказать, попробуйте сказать о том, что местные националисты там творили с русскими беззащитными земляками. Вдруг у вас получится сказать правду. Попытайтесь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова